Музыка Неумолимо надвигается на Уфу 450-летие города, о котором так старательно пытаются забыть чиновники, так много наобещавшие нам к этому светлому празднику, а у нас сегодня 450-й выпуск «Открытой политики», и мы продолжаем рассказывать вам о том, о чем стыдливо умалчивают и государственные СМИ, и всевозможные ручные блогеры, и прочие публицисты Шамиля Валеева. В обмен на это мы ждем от вас всего лишь лайков, комментариев, а те, кто могут помогать нашему каналу материально, могут это сделать через расчетный счет, который мы указываем в каждом нашем выпуске. И еще один небольшой юбилей приключился на минувшей неделе. 55 лет исполнилось 17 ноября памятнику Салавату Юлаеву. В далеком 1967 году он был установлен на берегу реки Белый и радует нас до сих пор своим величественным видом. Честно говоря, мне казалось, что он сильно старше, так как он есть всю мою жизнь и дальше чуть-чуть больше. Мне казалось, что он совсем какой-то древний. В последнее время сам памятник и вообще Салават Юлаев вновь вызывают массу интереса, а монумент вызывает еще и волнение и беспокойство. Начинается его реконструкция. Ну и в контексте, конечно, тех неизбежно надвигающихся на нас перемен, которые ждут нашу страну и республику, фигура самого Салавата Юлаева, борца с режимом, конечно, приобретает несколько иной контекст. И потому мы будем с любопытством наблюдать за процессом реконструкции памятника и углубляться в историю, исследовать и вспоминать, что же полезного и важного сделал сам Салават Юлаев для нашего региона. На минувшей неделе стало известно, что сначала арестованному на 48 часов, а потом помещенному под домашний арест заместителю министра транспорта и дорожного строительства Виктору Михайловичу Жулькову, Верховный суд Республики Башкортостан изменил меру пресечения. Домашнего ареста больше нет, теперь есть некое ограничение действий. Подозреваемому в тяжелых преступлениях высокопоставленному чиновнику сейчас запрещено всего лишь пользоваться связью и интернетом, контактировать с другими фигурантами дела, и, судя по всему, он еще ограничен в каких-то своих возможностях. Очень надеюсь, что он ограничен в возможностях оплачивать контракты той самой фирмочки ООО «Кизилдорстрой», которую крепко-накрепко ассоциируют с его начальником, министром Булышевым. Да и вообще, надеюсь, что от бюджета Виктор Михайлович на какое-то время отлучен. Остается невыясненной судьба и будущее бывшего мэра Сибая, а ныне министра туризма и предпринимательства Рустема Авзалова. Он тоже неким образом вовлечен в этот процесс. Злые языки утверждают, что Виктора Жулькова отпустили из-под домашнего ареста и смягчили ему санкцию в обмен на то, что он сдал некие коррупционные цепочки внутри Минтранса. Но никаких подтверждений этим предположениям на данный момент нет, и злым языкам мы пока верить не будем. Традиционно пробежимся по информации, которую от нас утаивает БСТ. Официальные источники информации не рассказывают нам, например, о том, что автобус, который принадлежит Ледовому дворцу Ирандык в Сибая, попавший в ДТП при перевозке мобилизованных, там была какая-то очень нехорошая история с массовой выпивкой на борту этого автобуса, в итоге автобус врезался в остановку, разбился, слава богу, никто там серьезно не пострадал. Так вот, этот автобус не могут до сих пор отремонтировать, хотя прошло несколько месяцев, объясняя это тем, что автобус, дескать, импортный, а запчасти из-за санкций добыть очень сложно. При этом иная импортная техника, подвластная нашим чиновникам, вполне себе исправная. Я говорю, например, о роскошном Мерседесе Раде Хабирова, который исправно ездит, перевозит своего хозяина, и, в общем-то, с запчастями и прочими расходниками никаких проблем нет. В общем, тут, конечно, налицо какое-то лукавство, судя по всему, просто тупо не дали денег на ремонт этого автобуса, а у самого Ледового дворца всего этих денег нет. Это, конечно, помалкивает в тряпочку БСТ и о том, что надзорные ведомства все-таки начали проверку подрядчика строительства восточного выезда в Уфе по причине задолженности перед иностранными рабочими по зарплате аж в 60 миллионов рублей. Прокуратура и Гострудинспекция будут сейчас выяснять, каким образом образовалась задолженность почти в миллион американских долларов, и будут какие-то выводы. Попутно могут всплыть и еще какие-то нелицеприятные факты. В общем, напряглись подрядчики. Примечательно, что уговоры министра Булышева о том, что все хорошо, все нормально, все исправлено, не возымели своего действия. Судя по всему, господин Булышев опять соврамши, и проблема с выплатой зарплаты все еще сохраняется. Кстати, о транспортных победах и триумфах Хабирова. БСТ долго и упоро-то расхваливало ту самую развязку, которую открыли на въезде в город. Хабиров хвалил Минтранс, хвалил, как там красиво елочки вокруг посадили. Но почему-то БСТ нам не показывало, как же выглядит ограждение на том самом мосту через проспект Салавата-Юлаева по улице Сочинской. У меня вопросы. Там точно необходимы вот эти вот все веревочки, что-то удерживающее. И что за странная конфигурация, геометрия вот этих вот изумительно синих столбиков, которые вот этой вот странной волной выстроились вдоль этого моста. В общем, конечно, явно там что-то не так. И спасибо тем, кто прислал нам эти фотографии. На минувшей неделе БСТ от чего-то не освещало грандиозный тур Рустема Ахмадинурова в Индонезию. После того, как Радио Хабирову категорически запретили посещать сопредельные территории и закармливать насмерть братьев туркменов, таджиков, узбеков и иранцев бюджетными учпачмаками, Рустем Ахмадинуров понял, что настал его звездный час в большой геополитике. И Рустем Ахмадинуров резко сорвался, не куда-нибудь там в Сочи или в какую-нибудь близлежащую Абхазию, а уж прямо-таки на Бали. Вот прямо на остров Бали в Индонезию сорвался Рустем Ахмадинуров. Наскоро выучив цигель-цигель Айлюлю, Рустем Маратович ринулся в бездну и пучину геополитики и мировых политических проблем. Насладившись морем и солнцем Индонезии, парламентарий обсудил с местным населением перспективы прямых поставок кошерных учпачмаков под эгидой партии «Единая Россия», а также открытие прямого авиасообщения Уфа-Бали. Вот тут, конечно, особенно смешно, потому что общеизвестно, что больших самолетов в России осталось буквально единицы. Маленькие самолеты до Бали не долетают. И каким образом Рустем Маратович пытается наладить это прямое сообщение, нам неизвестно. Бюджет поездки в Индонезию Рустема Маратовича на то самое сказочное Бали держится в строжайшем секрете. Но уже известно, что даже самая минимальная стоимость в эконом-классе перелета Уфа-Москва-Бали и обратно обойдется простому смертному 120-130 тысяч рублей. И это только перелет. Ну, очевидно, что эффективность подобных вояжей близка к нулю и очень похожа на вознесение флага «Единой России» на Эверест или к Южному полюсу. После триумфального ухода азата-солдата в туманную перспективу специальной военной операции поползли упорные слухи, что кресло вице-премьера правительства Республики Башкортостан, которое освободило азат-солдат, долго пустовать не будет. И что на позицию отчаянного борца с украфашизмом уже рассматривается кандидатура Сергея Новикова до недавнего времени ректора УГАТУ, уже объединенного с БГУ. Злые языки трактовали подобную перестановку в правительстве как некий акт благодарности Сергею Новикову за лояльность в процессе объединения УГАТУ и БГУ. Но мы же с вами сегодня договорились, что мы злым языкам не верим. Лично мне такой вариант даже симпатичен. Давно знаю Сергея Новикова и могу ответственно заявить, что он хотя бы умный. Если это не испугает Радзе Фаритовича, то он, скажем так, в полной мере обогатит интеллект правительства при помощи Сергея Новикова. Вот только есть одна проблемка. Сергей Николаевич никогда не занимался внутренней политикой. А именно внутренней политикой занимался азат-солдат Барданов со стороны правительства Республики Башкортостан. Но тут, как говорится, не беда. Хочешь – научим, не хочешь – заставим. Я думаю, что нет такой хитрой науки, которой не мог бы постигнуть бывший ректор УГАТУ. Так что заранее пожелаем Сергею Николаевичу успехов. Назначат его на пост Барданова или нет? Главный вопрос, который обсуждали граждане вне политической повестки на минувшей неделе – это, конечно же, внезапное, неожиданное и резкое, как младенческий понос, подорожание услуг ЖКХ. Выяснилось, что это подорожание случится не 1 июля 2023 года, как положено по закону, а 1 декабря 2022 года. Вот буквально уже через полторы недели. Власти утешают, дорогих россиян, тем, что хоть и не должно было быть этого повышения цены по закону, но удорожание случится всего лишь на 9%, что, по мнению властей, существенно ниже, чем инфляция, которая составила уже в этом году 14%. Ну, прямо скажем, утешение так себе. Дело в том, что если вот так продолжать, то граждане могут спросить, это кто же у нас так страной-то руководит, что их деньги всего лишь за 10 истекших месяцев подешевели на 14%. Есть и совершенно поражающие своим откровением объяснение вот этого внезапного подорожания и внезапного грабежа. Например, Владимир Нефедов, член экспертного совета по вопросам ЖКХ при Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, заявил следующее, цитирую дословно, «это повышение, попытка не обрушить коммуналку совсем». Конец цитаты. Вот будь я на месте властей, я бы немедленно этого Нефедова арестовал. Ну, как минимум за дискредитацию всех 22 лет правления Владимира Путина. Этот Нефедов прямым текстом заявляет, что все в коммунальной сфере Российской Федерации украдено давно и настолько, что осталось только то, что крепко прикручено. И, соответственно, срочно нужно собрать еще денег с населения, а то, как говорится, все рухнет. То, что инфраструктура ЖКХ, например, в республике Башкортостан реально трещит по швам, становится понятно уже даже тем, кто живет в более или менее благополучных районах и домах. Количество аварий и отключений стало так многочисленным в последние несколько недель, а зима, кстати говоря, еще толком-то и не началась, что вот картина абсолютно очевидная. Например, на минувшей неделе нам жаловались жители улицы Чудинова, на которой отключают и то горячую, то холодную, то и ту, и другую воду по нескольку раз на неделю, на несколько часов, правда, не на восемь, на вот эти сакральные часов, но от этого людям не легче. Отключают уже совсем без объявления, без каких-то предупреждений, бац, и нет воды. То есть это становится как будто бы нормой. На очереди отключение газа и электричества. Это вот стало понятно всем. Непонятно другое. Как власти Республики Башкортостан, понимая состояние инфраструктуры ЖКХ, могли преспокойно спускать миллиарды на вот это потешное благоустройство, беру это слово в кавычки, и очень уж рентабельную и круглогодичную высадку крупномерных саженцев. В это время следовало латать теплоцентрали, водоводы, линии электропередач, а не высаживать вот эти красивые туи у Радия Фаритовича во дворе. Ну, понятно, конечно, зачем все вот это благоустройство и вот это все вот это вот крупномерство. Это очень легкая коррупционная лазейка. Тут можно на этой армянской лиственнице в Кашкадане, естественно, очень что-то хорошо подзаработать. А вот на ремонте подземных коммуникаций можно, как говорится, и прогореть. Собственно, власти этими ремонтами и не занимались. В общем, конечно, ситуация в ЖКХ точно должна пугать население Российской Федерации и Республики Башкортостан в том числе. Завтра, 20 ноября, должен состояться 72-й стримы «Открытой политики». Пишите вопросы в комментариях под вот этим сегодняшним видео. Единственное, что я должен оговориться. У нас сейчас идет ремонт оборудования, и если мы успеваем его отремонтировать к началу стрима и все наладить, и переустановить все программы, то тогда мы завтра стрим проведем. Если этого не получится, мы будем вынуждены перенести стрим на неделю, и, соответственно, стрим состоится 27 ноября. Ну, как говорится, следите за эфиром. В любом случае, шлите вопросы. Если не на этой, так на следующей неделе я обязательно на них отвечу. Их можно будет оставлять вот под сегодняшним видео, и я их обязательно увижу.